ДЖАЗ КЛУБ Клуб Алексея Козлова открылся в мае 2012 года в помещении спорткомплекса «Олимпийские». Камерная площадка, где проходили концерты лучших музыкантов страны, быстро превратилась в мультижанровый культурно-просветительский центр. В клубе Алексея Козлова гастролировали зарубежные звезды джаза и импровизационной музыки, проводились фестивали, мастер-классы. В 2017 году клубу пришлось покинуть Олимпийский, но уже на следующий год он открылся вновь в самом центре Москвы, на Моросейке. Дизайн новых помещений разработало Ирландское архитектурное бюро. На трех этажах клуба работают три сцены. В год здесь проходит свыше тысячи концертов. Прямые трансляции привлекают многотысячную аудиторию. Кроме того, после переезда на Моросейку клуб обзавелся солидной кухней и обширным коктейльным меню. А еще здесь проводятся образовательные программы для юных слушателей по истории современной музыки. И вот сегодня нам невероятно повезло. У нас в гостях, как бы банально это ни звучало, воистину человек, легенда джаза, герой нескольких книжных бестселлеров и большой советской энциклопедии, народный артист России и заслуженный РСФСР Алексей Козлов, а также арт-директор клуба на Моросейке, продюсер Арая Кокопян. Я приветствую вас. Разрешите выражать свое восхищение вами и заслуженностью этого признания от американского журнала. Вы знаете, такой вопрос. Вот, наверное, не так уж сложно сделать лучший джаз-клуб в России, будучи лучшим и самым известным джазовым музыкантом в России. Но ведь табло это американский. Как так случилось, что и американцы узнали о нас? Они часто приезжают в гости послушать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас стоят такие видеокамеры, при помощи которых все, что происходит в нашем клубе, можно наблюдать практически во всех странах мира. Это редкая такая вещь. Более того, если кто-то что-то пропустил, то может зайти на сайт клуба и посмотреть все, что происходило раньше. Потому что все, что там происходит и что передавалось, это записывается. И сейчас хранится на сайте колоссальная библиотека всех концертов, которые происходят на всех этажах нашего клуба. Алексей Семенович, кстати, вот я посмотрела это, я поняла, что это абсолютное ваше ноу-хау, можно сказать. Если у вас в год проходит, я посмотрела цифры, 1300 концертов, около 1300, то каждый вечер вас смотрят около 200 тысяч человек. У меня вопрос и к вам, и к Араику, наверное, потому что это же, наверное, финансово невыгодно. А кто же будет приходить и покупать билеты, если вы и так показываете это по всему миру? – Давайте я отвечу. Ну, во-первых, большинство зрителей прямых трансляций из клуба – это регионы России и за рубеж, да, причем смотрят очень широкий спектр, от Индонезии до Восточной Европы, Америки и так далее. Те, кто не смог посетить клуб, смотрят прямую трансляцию, но обязательно приходят, потому что это несравнимо, да, присутствие в джазовом клубе и просто концерт в прямой трансляции. А так что это скорее играет рекламную роль и просветительскую, и в этом нету никакой проблемы. Нет, и потом, знаете, что все-таки, когда живьем, вот ты присутствуешь, вот перед тобой играют музыканты, ты видишь, как они волнуются, как вообще все, что происходит на сцене, там, то, что не попадает в эти камеры. Камеры берут, так сказать, ну, лучшие моменты какие-то, а когда люди сидят вот прямо перед нами, они могут наблюдать вот все, все, что происходит на сцене, то, что в камеры не попадает. А это очень важная составляющая часть именно вот такого искусства, как импровизационный джаз, джаз-рок, фьюжн и так далее. Вот это совершенно разные вещи. Алексей Семенович, ведь сегодня вы предлагаете публике совершенно другой джаз, чем такой, каким он был вначале. Это же не просто безупречное исполнение американской музыки, вот что раньше считалось безупречным. Сегодня это совершенно что-то новое. Что именно? Вы знаете, вот нам удалось создать такой сплав всех стилей, какие только есть. Причем это и просто традиционный джаз, это и джаз-рок, и фьюжн, а потом идет уже этническая музыка и классическая музыка. И более того, иногда даже, вот я, например, иногда читаю лекции, где пою какие-то песни одесские, например, рассказываю про культуру. Утесов же был первым джаз-меном в Советском Союзе. Да, вот я рассказываю про культуру тех времен. Вот НЭП, что такое НЭП? Какие песни пели во время НЭПа? И чем отличался НЭП потом, когда его закрыли? Вообще в чем были неудачи этой политики и так далее? Потом песни войны, а потом песни, которые пели чуваки и чувихи. Это вообще мало кто уже это помнит. Я-то был чуваком, и я помню все эти песни. Выносили вот эти все вещи, я видела фотографии. И я рассказываю, и сам пою. И тут разница в том, что я как раз, я жил в это время. Потому что есть люди, которые поют эти песни, но они просто так не были никогда ни хулиганами, никакими ни ворами, ни стилягами. А я был, в общем-то, во дворе и хулиганом. И на Бродвей ходил, как чувак. И меня преследовали. И мы пели все эти песни и танцевали на подпольных вечеринках, подвергаясь риску быть арестованными и так далее. Поэтому вот именно вот это и делает вот мои, например, лекции. Это так же, как и многие другие, притягательные, потому что это живое. Понимаете? Вот то, что мы как раз доносим до людей. И приходят, кстати говоря, на эти мои лекции отнюдь не молодежь, а именно те, кто помнят. Вот последний раз, они говорят, да мы помним это. Приходят люди почти моего возраста. Вы же молодой мальчик, потому приходят посмотреть, особенно девчонки, я думаю. Алексей Семенович, вот когда вы начинали, буквально пробивая бетонную стену, уже исполнять джаз было высказыванием. А что нужно сделать сегодня, чтобы он стал высказыванием? Как нужно исполнить джаз, чтобы он стал высказыванием? Вы знаете, это очень сложная задача. Вообще научиться играть то, что якобы считается джазом, по-своему. Это очень сложная задача. Создать свое что-то, понимаете? Совершенно не похожее на американскую культуру. Потому что не хочется быть проповедником американской культуры. А тогда хотелось? Было дело. Я был и штатником, и да-да, носил только американское, и любил все американское. Но это все в прошлом. Сейчас все другое совсем. Поэтому сейчас мы стараемся делать все по-своему, а это очень непросто. Кто сегодня входит в ваш клуб? Там же яблоку негде упасть. Я посмотрела, билетов не взять ни на пятницу, ни на эту, ни на следующую. Кого вы видите в первых рядах? Кто вас вдохновляет? Вы знаете, я вижу современных, небедных, молодых людей. Молодых? Это сейчас 40 плюс? Нет, нет, нет. Это именно между среднего возраста 25, даже, может быть, меньше. Это такие современные парочки приходят, небедные. И я вижу, что они вообще ничего не знают. Вот когда я начинаю рассказывать что-то, произносить какие-то имена, фамилии, там, Чарли Паркер, я понимаю, что им это неизвестно. Поэтому я совершенно иначе стал вести свои программы. Я рассказываю какие-то более общие вещи, которые им понятны, связанные с социологией, даже с политикой, с историей. А имена и фамилии сейчас для современной молодежи, новых посетителей, они не знают никого вообще, ничего не знают. Может, они просто любят музыку. А, Райк, у меня к вам вопрос тогда в этом случае. Как их удается привлечь? Понятно, что наверняка главное имя они знают. Но они что? Они приходят за атмосферой. Кстати, вот я прочитала в интернете, что все три сцены, они расположены, в общем-то, в известном ирландском пабе. И, может быть, это тоже играет свою роль. Там шикарная коктейльная карта. Может быть, люди приходят и выпить, не только музыку послушать. Ну вот здесь как раз получился такой удивительный симбиоз двух составляющих, которые, в принципе, я считаю, никогда к золотой середине не придут, а в нашем случае пришли к золотому сечению. Это составляющая общепита, бизнеса и творчества. То есть тут все составляющие абсолютно работают. Работает и музыка, и группы, которые играют. Это умная, серьезная, качественная музыка. И, конечно же, и интерьер, и прекрасная кухня, и прекрасный сервис, и место расположения. Все это вместе играет роль именно в привлечении. Сделать лучший клуб в мире. Джаз-клуб в мире. Да, так и есть. Я бы все-таки хотела понять, кто эти люди, которые голосовали в Америке за нас. Мы их сделали, скажите это. Да, мы их сделали. Да, голосовали за нас много разных людей. Голосовали в том числе и американцы, которые играли в нашем клубе. Голосовали и люди, которые смотрели прямые трансляции, просто на них подсажены. И, конечно же, голосовали и наши пользователи этого сайта All About Jazz, музыканты, журналисты и так далее. Алексей Семенович, вы выходите на сцену каждую пятницу. Я восхищена, я в восторге. Вопрос такой. Это что? Это как физическая тренировка. Это необходимость видеть своего зрителя или воспитывать своего зрителя, или проводить среди нас всех сеанс такого психоанализа посредством этой музыки. Что это? Что заставляет вас выходить каждую пятницу на сцену с «Арсеналом»? Я знаю, что если я вообще перестану играть, то я сразу моментально потеряю здоровье. И вообще я стараюсь все время быть в тонусе, все время репетировать. Постоянно мы меняем программу, постоянно. Мы репетируем каждую пятницу, еще до концерта. И все время я сочиняю новые пьесы, хотя их сотни уже забытых. Но стараемся все время двигаться вперед. И это залог здоровья и творческого, и физического. И вот это очень важный момент для артиста вообще. Если он перестает выходить на сцену, он погибает просто, понимаете? И в этом смысле, как это ни парадоксально, мне даже все легче и легче играть на саксофоне. Да, вот такой парадокс. Кстати, вы знаете, я посмотрела на сайте, очень много артистов, и большинство из них 25 плюс 30. Я помню, что джаз рождался как музыка протеста. Даже я это помню и знаю. А им против чего протестовать? Что они могут мне рассказать? Протест может быть разный, понимаете? Может быть политический протест. А есть еще культурный протест, понимаете? Это протест против попсы, против бессодержательной музыки, понимаете? Это у меня как был, так и остался. Я все время пытаюсь протестовать против вот этой бездушной попсы, которая развращает молодежь, причем развращает до бесконечности. А то, что мы играем, это наполнено содержанием, большим. Это связано с культурой, и, кстати говоря, с богатейшей этнической культурой именно нашей страны. Джаз. Богатейшая культура нашей страны. Да, да, да. То есть сегодня нам есть что предложить уже американцам, чтобы они послушали наш русский джаз. Нет, нет. У американцев своя история, свои национальности. У нас масса национальностей, и я стараюсь именно объединить. Я пишу пьесы, где объединяется музыка разных народов наших, понимаете? Наших. Наших именно. Вот российских, российской истории. И все, что связано с российской историей, например, с историей классической музыки. Например, мы исполняем музыку Бородина, Рахманинова, причем в современном. И, кстати, вот меня поражает, что почему-то молодежь, которые даже не знают, кто такой Бородин и Рахманин, воспринимают это с колоссальным энтузиазмом. Потому что это задевает их какие-то внутренние подсознательные корни духовные, которые в них есть. Мы стараемся пробудить в них интерес именно к русской культуре. Посредством джаза? Нет, просто посредством своих пьес. И я просто рассказываю. Вот был такой великий русский композитор Сергей Рахманин. Ну, так сейчас кто-то слышал. И я рассказываю про Рахманину, и мы играем свою версию совершенно его второго концерта. И народ сидит, никто даже не разговаривает. Представляете? И потом взрываются аплодисменты. Вот это меня очень радует. Потому что мы попадаем именно куда-то туда, в глубокое подсознание, к нашим россиянам. Как сыграть с Рахманинова на саксе, я даже не представляю. А вот приходите, послушайте. Вы знаете, у нас очень мало времени, но меня очень интересует вопрос, как вам удается, если вы говорите, приходите, такие цены невысокие достаточно держать для Москвы, для центра города. Это какой-то баланс между продажей алкоголя, кухней и музыкой, если очень коротко? В том числе, конечно, разумеется. А если выше цены назначить, потому что у вас есть такие звезды? Вы понимаете, вот понятие элитность для джаза, она тоже неприемлема, поэтому мы стараемся разным слоям населения дать возможность приобщаться к культуре, к хорошей музыке и дать возможность им, в том числе, купив билет, не пожалеть денег на кухню. Вы не рассказали, как вам удается держать цены, это хитрость. Ну, в том числе, хитрость, стараемся, стараемся. Все довольно успешно, поэтому и удается. Я поняла, спасибо вам большое, нам очень сегодня повезло. Напомню, у нас в студии был человек-легенда, джазмен, народный артист России Алексей Козлов и арт-директор самого популярного по версии американского сайта джаз-клуба в мире на моросейке Арайка Копян. Спасибо.